Итак, друзья, всем привет! У нас сегодня утро, 2 ноября, 6.30 утра. Как обычно, качу на работу в такое время. Приходится выезжать где-то... Мы работаем с 7, приходится выезжать где-то минут за 40 минимум, чтобы успеть такое движение. Я даже несколько раз ездил к 6 на работу, и скажем, что практически то же самое. Если, наверное, выехать только конкретно, в 5 утра еще пролетишь, а уже начиная, наверное, с 5.30, уже такое движение. Хочу напомнить, это я еду из соседнего штата Вашингтон, в штат Орегон. Их разделяет только река. И вот как-то движение такое, что, наверное, все с Ванкувера работают в Портленде. В Портленде строек много, там много офисов. Тут Портленд, он такой город покрупнее. Портленд, получается, самый крупный город штата Орегон. А Ванкувер этот, где я проживаю, тут, сказал бы, такая деревушка. Нет, конечно, хороший городок такой. Ванкувер тут и торговые центры, и... Как бы такой нормальный, приятный. Вроде как криминала немного. Нормально, нравится. Вот, значит, все едут, походу, в Портленд на работу. С утра такое движение. После работы тоже такое движение. В принципе, нравится здесь ездить просто в том плане, что все друг друга пропускают. Поворот включил, и раз-раз, то есть, в большинстве случаев, вот, притормозить человек и тебе уступит. У нас как-то в Беларуси такого очень даже не принято. Редко-редко, когда-то кто-то где-то тебе в таком потоке там остановится, пропустит. Намного реже, замечал, вот, в Минске такого, такой культуры нет. Здесь раз, поворот включил, ну, максимум, там, одна-две машины тебя не пропустят. Уже третий по-любому должен остановиться тебе, пропустить, как бы... Ну, на трассе здесь тоже вот так вот пропускают, когда такой идет трафик плотный. В городе тоже приятно. Где-то даже, если ты полосу пропустил, вот, я насколько вспоминаю, в Минске там надо заранее перестраиваться, чтобы там куда-то что-то повернуть. Тут вообще без проблем. Можно до Победы практически на перекрестке ехать, и потом поворотик включил, раз тебя пропустят, если где-то что-то забыл там направление. Абсолютно по этому поводу очень даже приятно ездить. Ну, в принципе, такая Америка автомобильная. Все на машинах, и молодые, и старые. Практически вот все-все-все на машинах. В общественном транспорте я ездил первые две недели, скажем, ну, автобусы полупустые. Вообще я не видел даже такого, чтобы кто-то стоял в автобусе, вообще такого не видел ни разу. Ну, автобусы полупустые, где-то даже можно место выбрать без проблем, где тебе нравится в автобусе. Потому что все на машинах ездят, как бы машина тут, скажем так, не роскошь. И вот можно позволить себе абсолютно... За две недели можно заработать на машину, которая будет тебя доставлять из точки А в точку Б, скажем так. Если уже что-то там получше, может быть немножечко подороже. Вот, ну, в принципе, так нормально тут в этом плане. Автомобили доступные. Бензин доступный. Вчера на заправку заезжал. Галлон в центре города. Галлон это 3,7 литра. Галлон стоит 3,29. Это низкооктановый бензин в Портленде. Если повыше, там 3,5 доллара. У нас в Ванкувере дешевле. У нас бензин стоит 3,05. 3,05 доллара за галлон. Это будет супер. По типу, как 98-й у нас в Беларуси был. Немножечко цены отличаются. Что интересно, в Портленде, вот в штате Орегон, здесь действует такой закон, что тебе не нужно даже выходить из машины, чтобы заправиться в обязательном порядке. На каждой заправке есть заправщик. Ты только подъезжаешь, открываешь окно, говоришь, какой тебе вид топлива нужен. Тебя заправляют, карточку даешь, даже из машины выходить не надо. Хотя однажды что-то парниша сказал, что у них на колонках, на этих не было устройств для оплаты. И попросил меня, чтобы я сходил оплатил у кассира на заправке, а уже заправил от меня сам. Вот ничего себе в яму попал. Так что не все дороги в Америке идеальные. Бывают и ямки. Вот, но в Вашингтоне, уже тут в нашем штате, уже получается, что как бы надо выходить самому кассиру, оплачивать. Либо, как правило, на всех колонках уже установлены такие терминалы, для карточек, чтобы самому вышел сразу на колонки, карточку провел, выбрал топливо, заправил все. В принципе, что тут по качеству топлива, я вообще не знаю. Я заправлял и дешевый бензин, и тут получается дешевый, это regular. Если уже немножко выше октанового числа, типа как 95-й, это будет уже там плюс. И супер, это, наверное, по типу как 98-й у нас. Я заливал и разных топливов вообще по качеству. По каким-то динамическим характеристикам не почувствовал вообще никакой разницы. И по расходу тоже разница особо не чувствуется, потому что здесь, опять же, режима трассы очень редко. Я в субботу однажды ехал, снимал видео, как я ехал с работой. Там, конечно, да, чуть-чуть в субботу трафик меньше, можно уже заехать спокойно. А каждый будний день, что с утра, что после работы, вот такое вот движение, это постоянно. Как бы вот такая вот информация по поводу автомобилей. Все еще на разборку хочу съездить, никак не получается, времени нет. Интересно, конечно, будет посмотреть. Здесь еще немножко проблемно. У меня немецкий автомобиль Volkswagen, а тут таких, скажем, очень даже немного. Я несколько разборок звонил, там сказали, просто нет такой машины, чтобы зря не ехать. Надо что-то где-то найти, какую-то разборку, чтобы там немножко немецких автомобилей присутствовало. Съездить, посмотреть ради интереса, что почем там. Такая тема интересная. Вот, друзья, такие вот покатушки у нас каждое утро. Вот, все. Всем спасибо за внимание, буду я рулить. Все, подписывайтесь на наш канал. Будет интересно. Всем спасибо, пока.